Станции Самарского метрополитена оснастили устройствами для обеззараживания воздуха. Установили не менее трёх комплектов на каждой станции, а всего 36 аппаратов. Теперь приобрести жетон или пополнить транспортную карту в зоне самообслуживания можно без риска для здоровья. Рециркуляторы должны защитить пассажиров от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями. А для безопасности сотрудников метрополитена устройства разместили в помещениях КАС и комнатах дежурных по станциям, где ежедневно бывают сотрудники метрополитена. Места установки выбрали не случайно. Это помещение, где происходит наименьшая циркуляция воздуха. Поэтому его обеззараживание – необходимая процедура с учётом осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы в кратчайшие сроки произвели закупку и на настоящий момент установили на всех станциях рециркуляторы, которые мы подразумевали устанавливать в разных зонах. В зависимости от потребностей и наших сотрудников, и для обеспечения безопасности пассажиров. Мы не стали размещать их в зоне ожидания и в самих поездах, из-за того, что там циркуляция воздуха очень большая. Естественным путём происходит из-за того, что во время движения поездов воздух обменивается и в самих вагонах, и на платформах по нескольку раз в короткие промежутки времени. Рециркуляторы – дополнительная мера защиты там, где это необходимо. Комплекты отечественного производства. Воздух при помощи вентилятора поступает внутрь корпуса, где дезинфицируется дуговой ультрафиолетовой лампой высокой производительности, после чего снова подаётся в помещение. Срок службы лампы во всех рециркуляторах – 12 тысяч часов. На фронтальной части устройства находится счётчик времени её работы, поэтому сотрудники всегда смогут вовремя произвести замену. Рециркуляторы включаются в начале смены и работают на протяжении всего времени, пока осуществляется перевозка пассажиров. И даже дольше. Перерыв в работе аппаратов делают лишь на некоторое время ночью, когда на станциях количество сотрудников минимально. Специальная конструкция корпуса и особая форма вентиляционных отверстий исключают риск распространения ультрафиолетового излучения в помещении. Таким образом, устройство полностью безопасно для человека, животных и растений. Мощность рециркулятора варьируется от 60 кубометров в час до 200 кубометров в час в зависимости от того, в какой зоне устанавливается рециркулятор. Все рециркуляторы, которые мы устанавливаем, они снабжены соответствующими сертификатами. Они все прошли тот государственный контроль, который необходим для установки этих приборов. Действенность этих приборов подтверждена соответствующими лабораторными испытаниями. Эффективность работы рециркуляторов подтверждает и пассажирка метро Раиса Самойлова. Она медицинский сотрудник. Говорит, на работе установлены подобные устройства. Воздух очистите. Обязательно нужно, чтобы обеззараживать все наши помещения, чтобы люди дышали уже без микробов. У нас стоят в палатах даже такие. Все обрабатывают и воздух чистый. Несмотря на оборудование станции приборами для обеззараживания воздуха, снижать контроль за соблюдением масочного режима в метро не собираются. Наоборот, его усилили. Работники метрополитена совместно с сотрудниками полиции на метрополитене регулярно проводят патрулирование, чтобы выявить пассажиров без средств индивидуальной защиты. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.